Здравствуйте, меня зовут Антон и я администратор 3ginfo.ru Ну, снова руки дошли до обзора. На этот раз у нас будет Beeline Tab Pro. Посмотрим, что он из себя представляет. Приобретался он в Beeline, естественно. Цена у него вышла 5500, ровно как и за Beeline Smart 4. Давайте посмотрим, с чем он поставлялся. Ну, в общем-то, сейчас на видео вы видите сам планшет. Вот, также, ну, доложили-таки, доложили зарядку с выходом 2 ампера. В общем-то, вы сейчас видите тоже на своем экране. Ну, также стандартный USB кабель, который я уже не открываю. Толщина у него достойная для 2 амперов. И, естественно, коробка. На коробке сразу оглашено, что у него стоит 5-й Android, 4-х ядерный процессор. Экран у него 7-дюймовый IPS. И, в общем-то, ну, это мы все рассмотрим далее чуть подробнее. В общем, коробка картонная, нормальная, без каких-либо претензий. Ну, теперь давайте поговорим об экране. Как я уже сказал, диагональ у него 7 дюймов. И разрешение 600 на 1024 пикселей. Тип экрана у него IPS. И есть мультитач. Планшет поставляется в черном и серебристом корпусе. У меня, как видите, черный. Выполнен он из пластика, естественно. И имеет высоту 192 миллиметра. Ширина у него 112 миллиметров. И толщина у него 9,3. А весит все это удовольствие 260 грамм. Как мы видим, на верхней панели у него расположился USB-вход. Он, соответственно, используется и для зарядки. Также стандартный вход для наушников 3.5. Камера, которая выпирает. На левой панели мы видим качельки громкости и кнопку включения и разблокировки. Справа у нас все довольно чистенько. Снизу, естественно, мы тоже ничего не видим. Сзади, снизу мы видим динамик, информацию о модели, естественно, шильдик. И микрофон даже подписанный. Также есть кнопочка Reset, которая находится как раз возле кнопки включения или разблокировки. Спереди мы видим фронтальную камеру и, соответственно, динамик. Для разговоров, так как все-таки эта лопата еще умеет и звонить. Планшет оснащен камерой 3.2 мегапикселя и фронталка на 0.3. Ну, давайте я чуть-чуть пофотографирую на него. Вот. Вот. Еще вот так вот можно. Ну и вот еще вот. Ну и фронталку еще заодно. И уже на этапе монтажа я понял, что на самом деле снято ничего не было. И я это уже делаю в темное время суток. И я очень огорчен, потому что что фотокамера, что видеокамера здесь не какущая на самом деле. Поэтому оценивайте качество сами. Освещение тут какое-никакое есть. Ну а... Такие дела. Ну и фотки вы уже, соответственно, с нее видели. Из беспроводных интерфейсов планшет получил 3G. И давайте сразу выйдем на улицу, посмотрим, как он работает. Ну вот, я уже протестировал. 3.40 на прием, 2.04 на отдачу. Давайте теперь протестируем еще раз. В этот раз на прием он уже... Местом одним подпрыгнул, но вернулся. Стандартные значения скорости. И на отдачу у него около двух. Теперь давайте сравним чисто с другим телефоном классом повыше. Посмотрим, сколько он разгонит на этой же БС в этом же месте, в это же время. Но уже с другим железом. Еще раз хочу напомнить, что это чисто субъективные тесты. И они зависят от местоположения загруженности базовой станции. И много от каких факторов. Поэтому всерьез воспринимать их не стоит. Ну а для сравнения, я думаю, вам будет достаточно. Хоть в этой модели и есть Pro, никакого LTE он не получил. Также есть Wi-Fi, который можно тот же проверить, как он приблизительно качает. Wi-Fi проверим следующим образом. Я уже подключился к компьютеру, который подключен к роутеру-проудам. Ну а сам подключился по Wi-Fi. И давайте возьмем какой-нибудь файл приличного объема. Скопируем его и переместим во внутреннюю память телефона. И посмотрим, с какой скоростью он у нас будет копироваться. Ну, скорость в среднем 4 мегабайта. Это помножим на 8 и получается около 40 мегабит. Но периодически западает. Ну, это чисто субъективный тест. А выводы делают только вам. Ну, допустим, даже если 2 мегабайта он вот тянет вот так вот стабильно, то 20 мегабит на и канал интернета для него достаточно много. Поэтому, ну, Wi-Fi здесь работает, предположим, на четверочку. Также есть GPS. И мы снова выйдем на улицу, чтобы его проверить. Ну и давайте протестируем GPS. И сделаем это следующим образом. Сейчас я включу определение местоположения. Запустим программу GPS-тест. Снимаю на улице, поэтому видно так себе. И мы видим, что он уже сразу зацепил спутники. Давайте чуть-чуть подождем, посмотрим, сколько он поймает. Ну и видим, что поймал он 9, использует 9. Что, в принципе, нормально. Координаты определил, время определил. Ну, а больше нам, соответственно, ничего и не надо. Ну и Bluetooth 4.0. Насколько я понимаю, там есть пониженное энергопотребление для различных носимых гаджетов. Из стандартных приложений Beeline что-то поставил. Мы видим на рабочем столе мой Beeline. Автоштрафы, Beeline TV, иностранные языки. И также папка с остальными приложениями. И давайте посмотрим, можно ли их вообще удалить. Ну, возьмем, к примеру, Beeline TV. Да, кнопку удалить активно. И нам ничего не мешает это сделать. Приложения родные удаляются, и это очень хорошо. А в совокупности с тем, что планшет разблокирован уже, и вы можете сделать так же, достаточно посмотреть видеоролик, который вы видите в аннотации. И планшет может работать с другой сим-картой. И о его происхождении будет напоминать лишь только маркировочка на корпусе. Ну что ж, давайте поговорим о его быстродействии. В Antutu он набрал 19 тысяч попугаев, ну тут без восьми. И давайте посмотрим, что он из себя представляет. В общем-то, он на пятом андроиде. Хотя об этом, конечно, надо было упомянуть ранее. Процессор у него MTK MT8382 и видеороскоритель Mali-400, которые стандартны для бюджетного сектора. Планшет оснащен 8 гигабайтами внутренней памяти и 1 гигабайт оперативной памяти. Ну и процессор еще у него четырехъядерный, что, в принципе, довольно-таки хорошо. Надеюсь, пятый андроид будет его использовать как надо. В общем-то, из сети у него только Wi-Fi, из датчиков акселерометр, датчик приближения у него тоже присутствует. Вот такая вот информация. Но это все цифры. А теперь давайте проверим, как на нем идут игрушки. Как вы вообще заметили, сегодня, если вы вообще смотрите мой канал, сегодня звук довольно-таки стал качественным. Я уже говорил, что я переехал опять-таки на свою же студию и буду стараться делать видеоролики отсюда. И качество со временем возрастет, так как до этого оно в чем-то упало. И вот сегодня одна из таких новых штук. Я, наконец-то, буду снимать звук с планшета не микрофоном, а пультом, в общем-то, которым я подключен. И посмотрим, что из этого получится. Ну и по игрушкам. Я решил запустить второй Dead Trigger. Посмотрим, как идет он. Идет все довольно-таки достойно. Я бы сказал, даже очень. Я еще не ставил сюда ни рут, ни ЦВМ, поэтому FPS, к сожалению, пока что померить нечем. Но мне очень нравится. Да, для игрушек все-таки этот планшет однозначно подходит. Ну, в общем-то, я прошел первый уровень. Я думаю, этого достаточно. И давайте перейдем к следующей игрушке. О, это заставка. Я решил скачать GTA Vice City, так как она у меня все равно была куплена в маркете. Ну, в общем-то, игра у меня загрузилась довольно оперативно. А теперь давайте попробуем чуть-чуть погонять. Ну, вот сейчас чуть-чуть залагало, когда было скопление машин, но это уже чисто мои придирки. Ну, в общем-то, игрушки, походу, все-таки всегда лучше синтетических тестов. Запустил, проверил, работает. Так вот, я считаю, что тест на этих двух игрушках, он довольно-таки неплох. Если кто-то из подписчиков хочет более подробные вещи, напишите в комментариях. Если у меня планшет еще будет на руках, то с удовольствием сделаю здесь тест игр. И, скорее всего, уже там будет возможность показать FPS. Ну, и, кстати, в планшете работает OTG, 2-гиговая флешка, она отобразилась. До этого я пробовал свою сандиск USB 3.0. Он ее определяет, долго проверяет на ошибки и не может отобразить. Потом тетя слабоумие и отвага меня не отпустила, и я решил вставить сюда 2-терабайтный жесткий диск Seagate, который, кстати, успешно определяется моим телефонами и можно пользоваться. Но ему просто не хватило питания. И спасибо из соседнего офиса мне одолжили двушку, и она нормально определилась. Поэтому OTG тут есть, он работает, но имейте в виду, что могут быть какие-то капризы. Ну и уже почти традиционная рубрика в наших обзорах, она делается второй раз. Посмотрим, что у этого планшета внутри. Просто на интерес, потому что юному зрителю нашего канала это, скорее всего, интересно. А когда мамка не разрешает, лучше не разбирать. Сейчас мы это сделаем. Нам мамка разрешает. Да. В мастерской моих хороших друзей, GSM Doctor. У тебя есть отличный шанс сказать брянский адрес, если кто нас смотрит из Брянска, то есть место, где... Улица 2 Мичурина, напротив второй больницы. Торгует центр МБ. Мастерская называется GSM Doctor. Мы используем для вскрытия обыкновенный скальпель. Лопатку. Лопатку, извиняюсь. Но когда-то планшеты вскрывались ногтем. Это зависит просто... Ну это же не на камеру. А, ну да. В общем-то, таким нехитрым движением в руки. Какая емкость батареи? Все-таки, а то вдруг производитель обманул. Емкость 3000 милиампер. Как стандарт для всех планшетов, такого вот варианта, таких вот типов. Это типа как X-Play Hit, Digma Hit, Supra, ну, целая куча. Я включу. Единственное, чем они отличаются, это тем, что тут уже намного лучше мозги стоят. Намного шустрее всех тех планшетов. Ну да, 5-й Android. Мазы причем. Я вот знаю, что здесь вот находится флеш. Не ошибся. То есть плата не похожа на те. Ну тут все с передатчиками связано. 3G передатчиками. 3G Wi-Fi, скорее всего, да? Прошло Аэротех Supra 726, 727. Наконец-то, наконец-то операторы брондируют более интересные вещи. Главное, чтобы это продолжалось. А не было построено на одной и той же самой плате. Тут, скорее всего, про все-таки чипсет, да? Да. MediaTek. Ну-ка, маркировка там. NT-8382V. Ну, вроде как так и было заявлено в производителе. Флеш-память на 8 ГБ. Производителя SanDisk, насколько я понимаю. Да. Распайки под второй слот здесь... А, нет, плата подготовлена, да? Ну, то есть, это, мне кажется, сейчас будет то же самое, как и с этими X-Play'ами, с Digm'ами. То есть, что одни и те же платы, но штампуются они все по-разному. С разной начинкой, с разными символотками, с двумя, с одним. Ну, давайте посмотрим чуть поближе. В общем-то, и перейдем дальше к обзору. Сам планшет состоит, в принципе, из двух. Логических частей. Это плата и аккумулятор, который произведен 29 апреля. Ну, собственно, динамик. Это, насколько я понимаю, вибратор, да? Вибро, динамик, микрофон, антенна. Антенна здесь внизу, если что. Да, антенна 3G. Наверное, не было показано. Динамик, вибро, микрофон, антенна Wi-Fi в этом углу. И она также замыкается уже на корпус. Вот, так что находится она приблизительно здесь. В заключении хочется сказать, что планшет оказался достойным экземпляром в бюджетном секторе. Минусом можно отметить только посредственность камеры. А в остальном это современный планшет для людей, идущих в ногу со временем. Надеюсь, данный обзор был для вас полезен. Будем рады видеть вас в рядах наших клиентов. Приходите за разблокировкой. Ну, а с вами был Антон, один из администраторов 3G-info.ru. И также хочется передать привет порталу unlocklab.ru. Наши дружественные соседи. Ну, и до скорых встреч. Конструктивная критика в комментариях приветствуется. А также пока у меня планшет на руках, можете попросить что-нибудь еще отснять.